Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. 13 сочинцев не вернулись домой. В Комсомольском сквере прошел митинг в честь 40-летия ввода советских войск в Афганистан. Помощники и патриоты в Сочи отметили 29-ю годовщину со дня образования Центрального казачьего общества. В Сочи прошел новогодний турнир по тайскому боксу. Помириться силами приехали и соперники из Абхазии. Владимир Путин поддержал инициативу губернатора Краснодарского края разработать критерии предоставления фермерам земли без торгов. Вениамин Кондратьев накануне выступил на заседании Госсовета в Москве. Глава региона рассказал, что предложения были разработаны по поручению Владимира Путина после встречи с общественностью в Адыгее. И теперь поправки в земельный кодекс ждут малые фермеры по всей стране. Мечты маленьких тяжелобольных россиян в руках губернаторов и министров. К федеральной акции «Елки желаний» присоединился и глава Краснодарского края. Вениамину Кондратьеву достались три детских записки. Пятилетний Тамерлан хочет поплавать с дельфинами, девятилетней Арины посетить кремлевскую елку, а семилетний Валера побывать на Формуле-1 и прокатиться на болиде. Глава региона пообещал, все сбудется. Письмо Деду Морозу. Мечтаю побывать на настоящих гонках и прокатиться на гоночном автомобиле. На самом деле, если у вас есть такое? Детям в России доступно прокатиться на настоящем гоночном автомобиле по настоящей гоночной трассе. Все понимаете, что речь идет о Формуле-1. И я считаю, это достижение современной России, что в нашей стране сегодня проходит Формула-1, она проходит в Сочи. На самом деле, это событие, это мировое событие. И наши детки могут к нему не просто прикоснуться, а даже поучаствовать. Понятно, не в официальных заездах, а просто прокатиться на гоночном автомобиле, но по настоящей, еще раз подчеркиваю, гоночной трассе Формулы-1. Это очень важно. Я думаю, что вот этот подарок однозначно мы преподнесем тому, кто его просил, и он будет исполнен в лучшей форме. Акция, конечно, сдала хороший тон предстоящему совещанию. Это заседание Госсовета заключительное в году. Главная тема – аграрная политика. В приветственном слове президент подводит итоги. Рекордный урожай сахарной свеклы, подсолнечника, соида и позерну мы снова выходим на высокий результат. Собрано порядка 121 миллиона тонн. В последнее время средний темп роста в сельском хозяйстве, как известно, выше, чем в целом по экономике России. Даже когда объем ВВП снижался, село выходило в плюс. За 11 месяцев этого года производство сельхозпродуктов выросло еще на 4,1%. Что важно, постепенно повышается вклад в общий результат не только крупных холдингов и структур, но и малого бизнеса, фермерских хозяйств. Вот в 2010 году их объем составлял 7,2%, а в текущем году ожидается уже 12,9%. Однако, по словам президента, для тех, кто кормит страну, надо еще постараться создать все условия для развития. О существующих проблемах в сельском хозяйстве аграрии лично рассказали Владимиру Путину накануне, на встрече в Адыгее. Там от лица фермеров в Кубани выступила и Мария Соколова. У женщины свое небольшое животноводческое хозяйство. Чтобы развиваться дальше, нужна земля, за которую на торгах в неравной борьбе приходится бороться с крупными агрохолдингами. Более крупные фермеры и агрохолдинги, они, естественно, дадут больше. То есть мы уже заведомо в проигрыше. И мы не можем завышать цену и давать больше, чем они, потому что, во-первых, это нерентабельно для нашего хозяйства, это просто убыточно. Ну, а во-вторых, потому что даже нет таких финансов, чтобы выходить на большие арендные суммы. Для крестьянина, выросшего на земле и знающего ей цену, вопрос действительно наболевший. На заседании Госсовета глава Кубани предлагает решение разработать критерии предоставления фермерам земли без торгов. Президент инициативу поддержал. У нас в крае 13 тысяч фермеров Мария Соколова, очень энергичная, волевая женщина, у которой более 100 коров. И она сказала, что на 100 коров у нее всего 4 гектара земли. Естественно, что в этом случае она не может дальше содержать это стадо, потому что конкурировать по приобретению земли на торгах с, понятно, агрохолдингами либо иными участниками она не может, потому что, ну, в силу просто финансовой возможности. Поэтому она предложила вариант вернуться к прежней норме закона о фермерах, где предоставлять фермерам землю без торгов. Если можно поддержать, все-таки ввести критерии, критерии для фермеров, в каком случае они могут получать землю без торгов. Ну, например, если у нее 100 коров, то мы можем предоставить, ну, как пример, гектар на корову не более 100 гектаров земель фонда перераспределения при условии, прямо в этом договоре написать, при условии, если она будет сохранять это поголовье. И до тех пор, пока она будет сохранять поголовье молочного стада, то есть у нее будет эта земля. То же самое, Владимир Ильич, если возможно, вот, к оперативам фермерским, при условии, если они будут заниматься переработкой собственной сельхозпродукции, они тоже будут иметь право получения земли без торгов, при условии, что они будут заниматься переработкой собственной сельхозпродукции и продукции других фермеров. Значит, я просто прошу поддержать, все-таки внести определенные критерии для того, чтобы фермеры имели возможность получать землю без торгов при соблюдении этих критериев. Спасибо огромное. Я считаю, что это правильно. Критерии нужно выработать, таких предприятий, которые можно наделять землю в особом порядке. Уже обсуждаются условия для получения участков без торгов. Это, например, обязательно регистрация фермерского хозяйства, разведение крупного рогатого скота и сохранение его поголовья. Землю предлагают выделять из расчета один гектар на одну корову, но общая площадь не может превышать ста гектаров. Самые яркие огни для маленьких гостей со всего края на главной детской елке Кубани – губернаторской. Сегодня на праздник собрались больше тысячи мальчишек и девчонок. Среди них отличники учебы, победители олимпиад, творческих конкурсов и спортивных состязаний. Но есть и те, кто хороводы, игрушки, подарки дома мог и не увидеть. Это школьники из малообеспеченных семей и воспитанники детских домов. Для них поездка в Краснодар – как путешествие в сказку. В холле музыкального театра ребят встречали Дед Мороз и Снегурочка. Здесь же у праздничного дерева можно было поиграть с любимыми персонажами. Поздравить маленьких кубанцев пришел и глава региона. Дети долго не отпускали гостя, каждый хотел сделать фотографию с губернатором. Поучаствовал глава региона и в другой новогодней традиции – праздничном хороводе вокруг елки. А прямо из холла малыши отправились в страну Оз – к волшебнику изумрудного города. Сказочный мюзикл показали впервые. После поздравлений детям вручили подарки. Новогодние праздники без происшествий. Об обеспечении безопасности на длинных каникулах шла речь на заседании Краевой комиссии по предупреждению и ликвидации ЧАЭС. На связь с Краснодаром вышли все районы региона. Совещание в режиме видеоселектора провел вице-губернатор Анатолий Вороновский. Он отметил, чтобы праздничные дни прошли без происшествий, работать нужно на предупреждение. Всего в Краснодарском крае в новогодние дни пройдут около 9 тысяч массовых мероприятий. В Сочи для проведения концертов и утренников задействовано 168 площадок. Все они тщательно проверены на пожарную безопасность. На 18 площадках будут запускать фейерверки. Там будет организовано дежурство пожарных. В Сочи сейчас проходят рейды по точкам продажи пиротехники, а в крае уже нашли более 470 нарушений. Сочинцев призывают покупать хлопушки только в спецмагазинах. Смотреть на упаковку и срок годности. А запускать салюты можно только на открытых площадках и под присмотром взрослых. Все службы Сочи переведены в режим повышенной готовности. В Сочи отметили 29-ю годовщину со дня образования Центрального районного казачьего общества. Торжественное мероприятие прошло у храма Михаила Архангела. Поздравить сочинских казаков и сотрудников полиции, которые вместе ежедневно патрулируют улицы, обеспечивая безопасность жителей и гостей курорта, пришел глава города. Алексей Копайгородский поблагодарил их за службу и вручил благодарственные письма. Для нас очень дорого и ответственно то, что находитесь здесь, то, что укрепляете, все, что заложено было нашими потомками. И самое главное, каждый день мы видим, что больше и больше молодежи становятся в ваши ряды, плечом к плечу, оберегают, укрепляют и делают так, что на территории нашего города все чувствуют себя в максимальной безопасности. По итогам года представителями казачьего общества совместно с полицейскими было пресечено более 1300 правонарушений, в том числе задержаны преступники, находившиеся в федеральном розыске. Сегодня казакам были вручены медали за заслуги перед казачеством России, удостоверение народного дружинника, а также памятные подарки на гайки и кинжалы. Казачество сейчас активно развивается и постоянно увеличивается численность казаков. Исходя из требований Верховного атамана, будет принят закон о казачестве, где будут прописаны уже более конкретные задачи казачеству по охране границ наших и общественного порядка. Одно из направлений работы казачества – патриотическое воспитание молодежи. В Сочи уже 160 детей занимаются в группах казачьей направленности 83-го детского сада. Десять педагогов этого учреждения состоят в казачьем обществе. А недавно сочинская школа номер 10 имени атамана Белого была признана лучшей в регионе. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. В Сочи прошел митинг в честь 40-летия ввода советских войск в Афганистан. Памятное мероприятие состоялось у памятника воинам-афганцам. 13 сочинцев, выполнявших свой воинский долг в Афганистане, не вернулись домой. Памятник воинам-афганцам в Комсомольском сквере посвящен горожанам, которые приняли участие в необъявленной войне. Интернациональный долг в Афганистане выполняли 723 сочинца, 13 погибли. Их имена высечены на мемориальной стелле. В день 40-летия с начала ввода советских войск в республику почтить память солдат пришли ветераны и сочинская молодежь. В этот день мы всегда вспоминаем всех, кто был с нами, кто не дожил, не добежал, не дожил до этого дня. Но, тем не менее, это традиция, это памятный день. И по всей России, в Краснодарском крае, на Кубани, афганцы приходят на наши афганские памятники. Многие и большая часть афганцев занимаются патриотической работой, выступают перед школьниками, занимаются военно-патриотическими клубами, то есть передают свой боевой опыт и патриотизм. В Сочи проживают 968 ветеранов Афганистана. Будучи советскими солдатами, они поддерживали в республике союзную социалистическую власть, против которой выступали афганские маджахеды. В целом, военная помощь СССР оказалась эффективной, и восстановить власть законного правительства практически на всей территории страны удалось. Всю эту историю знает и подрастающее поколение. Сочинские школьники на митинг пришли подготовленными. Надо было укрепить власть, и там были радикальные религиозные течения, как вот было. Надо было это остановить. Они прошли через этот огонь, через этот страх. Они прошли через это. Они молодцы. Вообще стоит начать с того, что это наша история. Это история России, именно самой страны, в которой я проживаю. И учитывая то, какие жертвы были пронесены во имя того, чтобы установить мир в Афганистане, для меня очень важно стоять в вахту памяти. У памятника воинам-афганцам сочинцы собираются дважды в год. Очередной митинг состоится 15 мая, в день вывода войск из Афганистана. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Проблемы с получением гражданства, борьба с нерадивым застройщиком и перерасчет коммунальных платежей. Это лишь малая часть вопросов, с которыми сочинцы обратились к депутату Госдумы Константину Затулину, который провел прием граждан в канун новогодних праздников. На протяжении трех часов Константин Затулин не выпускает телефон из рук. Нужно получить ответ по каждому обращению сочинцев. Галина Чередникова – одна из тех, кто приходит к депутату за помощью уже не первый раз. Сейчас она обратилась к нему от лица жителей Дагомыса, которых волнует отсутствие в поселке паспортного стола. Напомню, недавно было принято решение создать на этой территории поселок городского типа, и такая реформа назрела давно. Жители Дагомыса осетовали на то, что им крайне неудобно ездить 50 километров в Лазаревское за получением государственных и муниципальных услуг. Теперь в связи с административными изменениями они смогут получать их непосредственно на месте. Что касается самого паспортного стола, то он появится в Дагомысе в ближайшее время. Сейчас вот всего вопроса не решается только в отношении места. Константин Федорович сейчас вот сказал сейчас подождать. Я так думаю, что решено. У школы такую проблему решили, как сделать поселок отдельно с отдельной строкой. Проблема паспортного стола в поселке практически решена. УВД уже выделила двоих сотрудников для работы, а вот с помещением возникли сложности. Место в центре Дагомыса, где ранее паспортный стол и располагался, занято другой организацией. Константин Затулин обещал жителям уладить эту проблему в кратчайший срок. Во-первых, конечно, приветствую решение новой администрации Сочи, которая увидела эту проблему и приняла решение провести опрос жителей о создании поселка городского типа на месте Дагомыса. К сожалению, с паспортным столом вышла накладка. Надеюсь, она будет разрешена. Мы сейчас вновь этот вопрос обсудили с завестителем главы города. Я сегодня еще раз с главой поговорю. Так, чтобы мы нашли решение, чтобы и место, и люди, которые должны на этом месте работать, чтобы они приступили к своим обязанностям. И таким образом мы выполнили обещания, которые давали людям Дагомыса. Следующий прием граждан Сочи Константин Затулин проведет уже в новом 2020 году. Инга Габешия, телекомпания ФКТ. В Краснодарском крае все бригады скорой помощи получат планшеты с доступом к истории болезни пациента. В рамках нацпроекта здравоохранения проводится модернизация информационной системы скорой медицинской помощи. В результате все станции региона будут объединены в одно информационное пространство. Это повысит качество обслуживания и приведет к увеличению доступности скорой помощи в целом. В следующем году планируется решить ряд задач по направлению больных в профильные стационары. Кроме того, бригады скорой помощи будут оснащены защищенными планшетами с быстрым доступом к электронной истории болезни пациента. Таким образом, врачи смогут оперативно принимать оптимальные решения на вызове. Новогоднюю ночь жители и гости Сочи могут отпраздновать на главной площади курорта. 31 декабря с 23 часов на площади флага пройдет театрализованное световое и ледовое шоу, а затем дискотека с диджеем «Снег». Специальным гостем праздника станет певец Митя Фомин. В полночь будет запущен праздничный салют. Новогодние представления проходят в эти дни во всех районах курорта. Так, в Адлере гостей ждут ежедневно в 11.00 на площади у районной администрации. Для детей там проводят утренник. Праздничная программа, подготовленная в парке «Ривьера» 28 и 29 декабря в 12.00 на площади рядом с дельфинарием, а в 16.00 в эти дни у фонтана парка проведут танцевальные вечера. По традиции, горнолыжные курорты также организуют в новогоднюю ночь бесплатную программу. 31 декабря на площади «Роза» выступит группа «Моральный кодекс», а на курорте «Красная поляна» в парке «Времена года» выступят музыканты из кавер-группы «Дикие» и группы «Сноу Геллз». Сочинские полицейские проводят акцию «Полицейский Дед Мороз». Правоохранители посетили подшефную коррекционную школу-интернат номер 2 и дом ребенка. Сотрудники полиции организовали для воспитанников интерната шоу с Дедом Морозом и сказочными героями. Правоохранители провели конкурсы и вручили всем сладкие подарки. Также новогодний десант высадился в доме ребенка, где воспитываются малыши до 3 лет. Они привыкли видеть на своих утренниках людей в полицейской форме, которые ассоциируются у малышей с приятными сюрпризами. После хороводов и игр полицейские вручили детям подарки и поблагодарили воспитателей за актерское мастерство и творчество. В школах и детских садах Сочи тоже уже активно идут новогодние утренники. Оценки уже выставлены, занятия в большинстве школ закончены. В 10-й школе вместо уроков сегодня прошел новогодний квест. Здесь это уже традиционный праздник для всех – учеников, их родителей и педагогов. Школьники разбились по командам и проходили веселые испытания. Очень нравится. Дети такие красивые. Ходишь прям и разные костюмы. И костюмы знакомые, незнакомые. Прямо радости выше крыши. Глазно, что уроков нет сегодня. Да, очень отлично. Все без исключения пришли в новогодних костюмах, в том числе учителя. Не только для нас, для учителей новое что-то, но и для детей увидеть учителей в таких каких-то новых образах – это замечательно. С наступающим Новым годом! А кабинет директора превратился в резиденцию Деда Мороза. Руководитель школы сегодня главный новогодний волшебник. Поэтому желаю, чтобы у всех школ, у всех детских садиков, у всех детей с 1 января все получилось так, как они захотят. Главное – слушайте родителей. Это очень важно. Родители желают только добра. За победу на различных станциях квеста школьникам платили новогодней валютой. Ее назвали «Морозка». На заработанные бумажные монеты дети могли купить различные праздничные услуги и товары. В столовой развернулась целая ярмарка со сладостями. Их приготовили родители. Пирожные и пряники можно было также приобрести на заработанную во время квеста новогоднюю валюту. Сильнейшая спортивная школа Краснодарского края провела новогодний турнир. Открытое первенство Сочи по тайскому боксу стартовало сегодня в третьей спортшколе Олимпийского резерва. В Сочи бокс входит в пятерку самых массовых видов спорта. Им занимаются около пяти тысяч человек. Только в третьей спортшколе Олимпийского резерва более полутора тысяч воспитанников. Кстати, в этом году она признана сильнейшей в Краснодарском крае. Боксеры сочинские, они, конечно же, регулярно на протяжении уже очень многих лет приносят в копилку города Сочи не только медали регионального уровня, но и международные. У нас есть и олимпийские чемпионы. Бокс, он недавно стал и женским видом спорта. И у нас сразу же появилась девушка, выиграла она Олимпийские игры юношеские. И также продолжает сегодня тренироваться уже в составе сборной России, уже на территории города Краснодар. Но воспитанница она все-таки наша, поэтому мы этим гордимся. Хороший результат и заслуга не только спортсменов, но и их тренеров, которые являются призерами и победителями чемпионатов Европы, первенства и Кубков мира, есть и участники Олимпийских игр. Весомую поддержку в развитии спорта оказывает Федерация бокса Сочи, которая в преддверии Нового года организовала открытый турнир. Он собрал больше 200 спортсменов из разных регионов Краснодарского края и соседней республики Абхазия. Большинство, конечно, сочинцы, они и вышли первыми на ринг. В открытом первенстве города участвуют спортсмены от 12 до 18 лет. Для младшей возрастной категории эти соревнования – возможность не только набраться опыта, но и выполнить нормативы на юношеские разряды. Они на этих соревнованиях при проведении определенного количества боев при занятом месте выполняют второй, третий юношеский спортивный разряд. Юниоры проводятся отбор сборную команду города Сочи. Ну и остальные, кто тут новички или еще для, как говорится, проявления своих физических возможностей. Также лучшим участникам вручат медали и кубки. Победители турнира определят 28 и 29 декабря. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й. А также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, «Одноклассниках», Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну и заходите на наш канал в Ютюбе «Говорит Сочи». В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.